Я Евгения Фронькина. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на нашем канале. Мы верим, что смотря передачи и проповеди Церкви Скиния, вы получаете хлеб насущный и живое актуальное слово с неба. Мы рады, что вы разделяете видение Церкви Скиния и поддерживаете наше служение своими добровольными пожертвованиями. Без ваших щедрых вкладов мы не могли бы осуществить столь масштабную работу, которую Бог поручил нам сделать. Вся информация о перевозах находится в описании под любым видео на канале. От себя лично выражаю огромную благодарность и безмерную любовь. И буквально сейчас, так как мы находимся в Церкви, это Церковь, давайте прочитаем место из Святого Писания, рождение Иисуса Христа. Матфея, первая глава, первая глава с восемнадцатого стиха, написано. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, его матери с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. И дальше. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Что произошло? Мария и Иосиф, молодая пара, в помолвке, и вот-вот им обручатся. И Мария говорит Иосифу, Иосиф, мне надо тебе кое-что сказать. Вот представьте, да, ситуация. Что случилось, Мария? Ты знаешь, я беременна. Иосиф, естественно, как обычный мужчина, ну, в шоке. Потому что то, что она беременна от Духа Святого, это не очень было понятно для мужчины. Ну, сложно в это поверить, согласитесь. Я беременна от Духа Святого. Иосиф же, будучи праведен, не желая огласить ее. О чем говорится? Иосиф не желал ей смерти, не желал ей позора. И решил тайно оставить ее. И в этот же день, в эту же ночь, дальше давайте посмотрим. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал. Вот представляете, да? Вот всегда подчеркивается Мария, Мария, мать Иисуса. Вот все-таки Иосиф, какой благородный человек. Он еще не знал, правда это или нет. И вообще очень сложно в это поверить. Этого никогда не было. И никогда больше не будет. И очень сложно поверить, что этот единственный процент из миллиона – это ты. И смотрите, какую важную мысль здесь пишет Библия. Но он когда помыслил это, то есть он в мыслях своих не желал ей зла. И ангел Господень явился ему во сне и сказал. Иосиф, сын Давидов. Не случайно сын Давидов. Потому что родословная Иисуса Христа, она идет через царя Давида. И он говорит, Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Иосиф просыпается совсем другим человеком. Мужчиной, который готов поверить в то, что носит его будущая жена во чреве, это рождается от самого Бога. И, конечно же, об этом никто не знает. Знают только Мария и Иосиф. И знают ангелы, знает Господь, идут волхвы за звездой, и весь духовный мир приходит в движение. И несколько Евангелий, там описывается эта вся история, как царь Ирод потом убивал младенцев, потому что хотел погубить Мессию. Но смотрите следующий стих, на котором я хочу поставить акцент, так как здесь сегодня аудитория больше светская, во многие процессы непонятны. Но я хочу сегодня заострить ваше внимание, если вы забудете все, что я тут вообще говорила. Но я хочу, чтобы вы запомнили одну важную мысль, очень важную. Она написана как раз здесь, в 21 стихе. «Родит же Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Ангел Божий сказал Иосифу, «Мария родит Сына, и Ты дашь Ему имя Иисус», что значит «Спаситель». И Он спасет людей Своих от грехов их. И вот сегодня, когда мы принимали молитву покаяния, мы сделали очень серьезный духовный акт. Мы сказали в духовный мир, «Иисус, я Твой». «Иисус, я Твой». И с этого дня Бог особенно будет заботиться о Тебе. Он будет направлять Тебя. Он будет выравнивать Твой путь. Он будет помогать Тебе делать новый выбор, который раньше Ты не мог делать. Потому что, когда мы называем Иисуса своим Богом, то Он называет нас Своими. И когда Иисус умер и воскрес, Он ушел на небо, И Он сказал, «Я приготовлю вам место». Он ждет нас. И здесь, на этой земле, сегодня действует Дух Святой. И я видела, как многие, которые выходили, люди, женщину видела, плачут, такие какие-то переживания внутренние. Ты думаешь, «Зачем я плачу? Что здесь происходит?» Это Дух Святой. Этот Дух Святой прикасается к сердцу, потому что в этот момент вы оказались на этом месте не просто так. В этот момент, в это утро вы назвали Бога Иисуса Христа своим, а Он назвал вас перед Отцом Своими. И теперь у вас есть великая честь, привилегия называться детьми Божьими и быть нашими братьями и сестрами во Христе Иисусе. У вас теперь большая семья, вы не одиноки, у вас есть небесная семья и у вас есть земная семья. И пусть эта атмосфера семьи, она проникнет глубоко в твое сердце. Пусть больше с этого момента ты никогда не будешь одиноким. Помни, Иисус назвал тебя своим в этот день. И если ты не вышел по какой-то причине, сейчас в сердце своем скажи, Иисус, я называю тебя своим, и я хочу быть твоим. И в этом соединении происходит уникальная метаморфоза перерождения. Когда мы перерождаемся из грешника в праведника, когда мы перерождаемся из злого человека в доброго, когда мы перерождаемся из жадного человека в щедрого, когда мы перерождаемся из человека, которому все равно на чужую боль, мы вдруг начинаем замечать чужую боль. И наше сердце открывается открывается для того, чтобы помогать. Это ли не чудо? И чем больше таких людей будет на планете Земля, тогда у этой Земли есть еще шанс. Аминь. Аминь.